Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ, Светлана Грачева. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. 260 инициатив от ямальцев найдут свое практическое применение. В округе подвели итоги проекта «Право голоса». Репетиция ЕГЭ, но не генеральная. 45 выпускников многопрофильного лицея попробовали свои силы в пробном тестировании по математике. Окружной уровень. В Муравленко состоялось открытое первенство по восточному единоборству. Наши спортсмены на втором месте. В округе подвели итоги общественной инициативы «Право голоса». Предложения ямальцев помогут скорректировать народную программу развития арктического региона до 2020 года. Ожидается, что самые значимые и инновационные идеи губернатор Дмитрий Кобылкин озвучит в своем ежегодном докладе. Из нескольких тысяч предложений в народную программу попали 360. Самое большое число инициатив, 24%, касается решения проблем трудоустройства и достойной заработной платы. Все подробности в следующем сюжете. Ямальцы хотят тех же благ, что есть на большой земле. И от этого исходят все их пожелания. Своими предложениями, как это сделать, они делились по телефону горячих линий, в социальных сетях, в выездных студиях Первого Арктического и на личных встречах с главой региона. Предложения носили разный характер. Текущий. Это где нужно было реагировать быстро. Но большая часть предложений носила такой, я бы сказал, фундаментальный характер. Это и поиск финансовых механизмов, привлечение средств для реализации этих предложений. По мнению ямальцев, в числе приоритетных направлений до 2020 года должны оставаться вопросы трудоустройства. Они вышли на первое место, опережая проблемы, связанные с жильем, коммуналкой и медициной. В проекте не раз упоминались гарантии для северян. Ямальцы предлагают, чтобы работодатель отдавал предпочтение тому, кто родился в округе. К сожалению, реальная экономика, она не предполагает никаких ни детских садов для будущего персонала, ни каких-то долгосрочных гарантий. Власть выступает сейчас локомотивом перспективных проектов. Но все эти проекты, все эти производства, Сабетта, Ямала, СПГ, они все высокотехнологичные. И там ни одна кухарка не сможет работать без соответствующей подготовки. Поэтому гарантировать там рабочее место может только одно – высокая квалификация. И вот уже имея ее, можно попытаться обеспечить региональную квоту. То есть, когда есть два претендента с одинаковым набором компетенций, и работу тогда получает тот, кто жрет на Ямале. Своеобразным рычагом для перемен в мотивации молодежи, по мнению общественников, может стать создание банка вакансий и резюме, а также открытие консультативных центров, владеющих информацией об условиях работы в разных сферах экономики региона. Кстати, многое из того, что озвучивалось в рамках проекта, уже воплотилось в жизнь. Жителям Муравленка построили дорогу к дачным участкам, а под патронажем молодежных волонтерских организаций оказались все старожилы Ямала – ровесники округа. Одноименный проект накануне 85-летия помог отдать дань уважения людям, формировавшим сегодняшний облик Ямала. Ну и, конечно, сам глава региона не раз признавался, что черпает вдохновение из-за инициатив земляков. Мы, когда послушали людей, мы поняли, что люди хотят здесь рожать детей, хотят, чтобы дети учились, возвращались и продолжали здесь жить. Это родина для этих детей. Это нормальная потребность человека. У человека должна быть родина. Малая родина. Исполнение предложений на местах возьмут под личный контроль главы городов и районов. Проект «Право голоса» успел доказать свою состоятельность и будет продолжен. Мы должны быть сегодня, в этот период, немножко более чучи, откликаться на проблемы, с которыми люди сталкиваются. Бывают нештатные ситуации. Иногда стоим на букве закона и говорим по закону – это нельзя. А у человека проблема, он не знает, куда дальше пойти. И вот здесь нужно просто, в конце концов, находить какие-то нестандартные решения, чтобы проблема-то все-таки решалась. Светлана Грачева, Андрей Нагибинц и радиокомпания «Муравленко-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. 45 выпускников многопрофильного лицея попробовали свои силы в пробном тестировании. Это своеобразная тренировка перед единым государственным экзаменом. Учащиеся сдавали обязательный предмет – математику профильного уровня. Экзамен прошел на базе второй школы, рассказывает Эрнест Бавшин. Хоть экзамены являются пробным, но все процедуры основного ЕГЭ должны быть соблюдены. В ход пункт сдачи экзамена строго по паспортам и специальным пропускам. В аудиториях работает система видеонаблюдения. 13 ноября такие тренировки прошли по всей стране. В каждом регионе было организовано по три пункта сдачи пробного ЕГЭ. Кроме «Муравленко» на Ямале тестирование прошло в Салихарде и Пуровском районе. Главная задача проведения данного тестирования – это апробация технологии перевода бланков ответов из бумажного варианта в электронный. И затем передача этого файла по защищенным каналам связи в региональный центр оценки качества образования. Сам перевод бумажных бланков в электронный вид происходит в штабе пункта проведения экзамена. По сути, в самой процедуре нет ничего особенного. Это обычный сканер, подсоединенный к компьютеру. Отличие лишь в том, что все данные защищены и результаты тестирования могут увидеть специалисты со специальным допуском. Мы проводим как раз таки апробацию. Мы смотрим именно техническое составляющее всей процедуры. И, соответственно, выявляем, какие проблемные моменты у нас могут возникнуть. Далее, работая с региональным центром, работаем над ошибками, чтобы при боевом проведении единого государственного экзамена у нас не возникало таких проблем. И мы могли успешно завершить этот этап. Стоит отметить, что в октябре муравленковские выпускники уже проходили пробное тестирование по истории, обществознанию и информатике. Результаты разные. Есть и достаточно хорошие, а есть и такие, над которыми ребятам стоит подумать, достаточно ли серьезно они готовятся к экзаменам. И есть еще время или выбрать другой предмет по выбору, или готовиться более серьезно. Результаты этого пробного тестирования по математике профильного уровня станут известны 21 ноября. А до начала настоящего единого государственного экзамена в Муравленко пройдет еще одна тренировка по одному из обязательных предметов. Также проверить свои силы могут и выпускники прошлых лет. Сейчас в Управлении образования принимаются заявления от желающих написать итоговое сочинение. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания Муравленко ТВ. День памяти жертв ДТП 15 ноября почти во всех регионах страны прошли мероприятия, направленные на профилактику автоаварий. В Муравленко возле клубного учреждения Лира состоялась акция «Нет ДТП». Сотрудники ГИБДД, их юные помощники из отряда ЮИТ и волонтеры постарались привлечь внимание как можно большего количества участников дорожного движения. Данное такое мероприятие призвано, чтобы напомнить водителям о необходимости быть внимательными, осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. И рассказать людям, что жизнь бесценна, ее нужно беречь, сохранять. Пешеходам и автолюбителям вручали памятки и напоминали о необходимости соблюдать правила. В память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях в небо над городом участники акции выпустили черно-белые воздушные шары и возложили цветы на местах дорожно-транспортных происшествий. К другим темам. Проявление толерантности является одним из самых действенных способов противодействия экстремизму. А взаимное уважение к людям другой культуры нужно прививать с детства. Подрастающему поколению необходимо как можно больше рассказывать о народах, проживающих в нашем городе и округе, знакомиться друг с другом и чаще встречаться. Именно с этой целью в Муравленко была организована неделя толерантности. В городе состоялось сразу несколько тематических мероприятий. Подробности в сюжете Анни Григорян. В рамках недели толерантности библиотеки города и Центр патриотического воспитания организовали и провели для школьников познавательные программы. Их главная цель – сохранить историческое наследие, приобщить подростков к культурным ценностям разных народов, проживающих на территории России. У нас в России очень-очень много национальностей и толерантность для меня, наверное, уживание всех этих национальностей, большая дружба между ними. И толерантность нужно понимать как правильное понимание и отношение к жизни других людей, к их философии, к их мировоззрению. Толерантность, на мой взгляд, это терпение к другим нациям, к другим, к какому-то другому мировоззрению. С понятием толерантность в последнее время мы сталкиваемся все чаще. Это слово означает терпимое отношение к людям других культур и религий. Сразу несколько книжных выставок, представленных в библиотеках города, позволили участникам мероприятий в рамках городской недели толерантности побольше узнать об истории сразу нескольких народов. А викторины и просмотр фильма, где главные герои попадают в ситуации, когда нужно сделать нравственный выбор, учат ребят сделать его правильно. Такая акция, как неделя толерантности, конечно, нужна. Она позволяет воспитать в подрастающем поколении трепетное чувство уважения не только к своему народу, но и к другим нации. А во время круглого стола молодежь и педагоги активно вели разговор об актуальной на сегодняшний день проблеме нетолерантности и нетерпимости. Каждый высказал свою точку зрения и сделал для себя выводы. Все сошлись во мнении, что неважно какой ты верой и национальности человек, нужно уважать его культурные ценности, принимать мировоззрение и быть терпимее друг к другу. Аня Григорян, Сергей Шалафан, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Ямальский вернисаж вновь собирают друзей. В преддверии Международного дня матери управления культурой и молодежной политики совместно с общественной организацией «Женщины Муравленко» организуют городской конкурс декоративно-прикладных работ. Принять участие в нем могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 лет. Один автор может представить не более трех работ в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Заявки и работы принимают в Эколого-Краеведческом музее до 25 ноября. Жюри определит победителей и призеров в номинациях «Профессионал» и «Любитель». Выставка декоративно-прикладных работ «Ямальский вернисаж» откроется в музее в конце ноября и продолжит свою работу до 30 декабря. И новости спорта. В Муравленко съехались сильнейшие каратисты. В спорткомплексе «Ямал» состоялось 20-е открытое первенство «Ямалоненецкого автономного округа» по восточному единоборству в дисциплине «Сютакан». Подробностью у Анастасии Поповой. Впервые после пятилетнего затишья в Муравленко официально проводят состязания по каратэ «Сютакан». Для спортсменов и почитателей этого вида боевого искусства такие соревнования поистине значимое событие. В последнее время все больше интерес вызывает этот вид спорта, становится популярным. Им занимаются все большее подрастающее поколение. И это радует. Потому что заниматься спортом могут люди не только сильные тела, но и духом, которые стремятся и ведут здоровый образ жизни. Я желаю участникам соревнований показать красивые техничные складки, пожелать здоровье и с праздником вас! 20-е открытое первенство – это первый этап отбора в состав детско-юношеской сборной «Ямала» и возможность представлять регион на всероссийских и международных соревнованиях. У каждого спортсмена стоит определенная задача. Каждого спортсмена готовили тренера. Ну, кто-то в лучшей, кто-то в худшей степени с этой задачей справляется или нет. Ну, в общем, спортсмены показывают такой неплохой результат. И, как говорится, те, кто в рейтинге, те, кто должен выиграть, побеждать, в общем-то, те пока ожидания оправдывают. На татаме разворачивается настоящая борьба в младшей возрастной подгруппе. Спортсмены от 9 до 14 лет соревнуются в ката – это комплексы приемов и кумите – поединках с реальными соперниками. Старшие участники соревнований борются за первенство в лично командных дзю кумите. Среди лучших – муравленковец Иван Семибратов. Он всерьез занимается каратэ-сетакан уже 11 лет и является кандидатом в мастера спорта. Но на этих соревнованиях в абсолютной категории он стал вторым. На самом деле они важны, потому что это идет отбор на чемпионат России, и если ты не занимаешь место, так ты не едешь. География состязаний широка. В Муравленко съехались каратисты из четырех городов и районов округа, а также спортсмены из Перми. Нас пригласили. Мы с удовольствием приехали, еще раз хочу сказать, потому что уровень спортсменов Янау, Ямал-Онецко-автономного округа, довольно-таки хороший, высокий. Нам очень интересно было посоперничать и поднять уровень своих спортсменов также. Проверить уровень подготовки спортсменов удалось всем командам. В общем зачете по всем соревновательным категориям победу одержала сборная «Ноябрьска». А в зачете по первенству Ямала в лидерах команда «Муравленко». Пермики на пятой и четвертой позициях в рейтинге. В финальной части состязаний и награждения победителей, несмотря на все трудности и сложности, эти ребята доказали, что они самые сильные и показали лучшие результаты. Анастасия Попова, Сергей Шалафан, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам доброго, отличного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok